у меня отец посмотрел видео андрея ткачева где он рассматривал апокалипсис конкретно вот город вавилон и рассуждал на этот счет около часа ну и другие посмотрел олег стеняев и многие другие священники что они по поводу этого говорят они все практически описывают ну разные города там абстердам нью-йорк под вавилон но все обходят москву да все обходят москву и основание для этого они говорят так что она же не на море стоит и вот я бы мы бы хотели и ну и другие основания какие-то мы бы хотели с вами разобрать пройтись по вот этому апокалипсису поэтому по этим местам и сравнить то есть о каком городе говорится речь идентифицировать этих слов предварительно вот еще во время во время обсуждения вот бардерея андрей ткачев беседы на откровение святого апостола павла у него беседа но отключены не знаю по какой причине отключены комментарии и сразу как бы каким-то образом ощущается я не знаю как то внутри ощущается что-то было определенное но настолько белыми нитками обходится снова как и столица да и настолько апеллируется на не морской город не морской город вот такое и берется уже просто выхватывание морских городов что просто даже обидно стало за него просто обидно стало если они тут связаны с тем чтобы не сказать про тот город где они живут плохо и от властей плохо и от царей будет плохо то значит на все остальное что они говорят можно уже эту тень увидеть я почувствовал вплоть даже голова заболела настолько почувствовал ну даже как не ну в принципе несказанная правда вот так скажу несказанная правда значит ни о каком пророческом пухе там речи быть не могу уже пророчество а вот когда андрея кураева ну он как-то на одном я не знаю где там перед кем он выступал и задает вопрос кто сегодня у нас наших современников самый выдающийся миссионер помните и он андрей кураев да а он называет меня я его не просил не знал это мне уже юрий соборов на это указал где-то а почему а игнатия безбашенный спасибо ему разницы нет говорит кто там собор не собор писание говорит и все перед писанием все одинаковые а мне не все равно я думаю что епископ скажет и дальше вот правильно открыто говорит вот отсюда смотреть и не надо никаких морей где они нашли что она блудится на море там написано море это народы как можно это народы много народов а что то есть море море это народы да это там там толковать не надо но растолковано там море это народы написано воды которые ты видел а где они нашли что этот город что это гор там толкует прямо Блудница это великий город, сидящий, показывает на чём. Откуда они взяли, что надо быть морским портом? Там нет такого писания, нигде. Давайте, это уберём. Они не будут доказывать, потому что недоказуемо. Остальные признаки должны сойтися. А какие признаки? Обогатились от неё все народы. Кубцы земные. А кто? Ну вот возьмите, перестройка началась, когда Алжир, Куба, там сколько, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Всем простили. Весь мир живёт на этой блуднице. Никто столько нет. Ацуанские там плотины, долины, там все эти, в Китае доменная печь. Всё одностоит. Америка нигде ничего этого не делает. От Америки кто обогтелся? Она грабит народы. Она всемирный грабитель и бандит. Сколько царских тонн золота осталось, когда революция началась. Если не вернули, ничего. Это так разбираться. А дальше тут самый главный вопрос. Что Вавилон – это Рим. Это толкует все. Андрей Кесарик, аппадокийский архиепископ. Все святые одинаково понимают. Рим. Ну а теперь давайте. Рим первый. Какой они понимали? Ну тот Рим, который тогда был один. Настоящий Рим. А второй. А у Бога всё на три идёт. На три. Второй Рим какой? Новый Рим – Константинополь, Стамбул. Та уже провозносили. И только когда случилось это падение, там 1435-й какой год-то, рухнул Стамбул, Константинополь-то. Москва мгновенно сказала. Мы Третий Рим. И в Москве сегодня там и общество Третий Рим. Эпифаний Славенецкий говорит. Это святые говорят уже русским. Третий Рим – Москва. А с четвёртым – небыти. Никто не претендовал на звание Третьего Рима. А раз два пали, то и третий он должен туда полететь. Обязательно. Вот они потеряли. Теперь их это жжёт. Толковать не о чем. И найдена кровь святых. Где кровь святых найдена? Во-первых, на семи горах. Семь гор. Это Оман, Вашингтон и Москва. Всё. А что они Нью-Йорк подсунули, этого нету нигде. А что Москва на семи? Это Глинка поэт писал. Москва семихолмовая. Песня поётся. Семихолмовая. Ну а дальше в ней найдена кровь святых. Она упилась кровью. Где в Вашингтоне? Где в Омане? Разговора даже об этом нету. А в Москве, когда в Бутову повели Путина, Владимира Владимировича, ну он сам-то полковник КГБ, ну это наследница НКВД, наследница главного убийцы страны. И он ходит, ему показывают в списке священников. Не может быть, чудовищно. Да что же это? Опять подводят, и он глянет, он, видимо, в мозгах у него там что-то шевелится. Да что же это такое? Вот весь ответ. Нигде нету. Здесь речь идёт о миллионах, которых осуждали. Это всё на её совести. Утверждали расстрельные при... Какие приказы были? Сколько? По корабляду 66 миллионов. Миллионов. Это море крови. Ни один город на это не претендует. Но мы знаем, что это и святость. И поэтому рассуждать о другом городе, это может только совершенно не знающий ничего человек, или совершенно потерявший совесть. А ведь ещё это говорит о том, что раз найдена кровь святых, значит, там было много святых. А где? В Вашингтоне или в Нью-Йорке, где там святые какие? Много. Ну, кровь святых, это могли назвать святыми после смерти. После смерти. Кровь святых, это 6 глава, 9 стих, что мы считаем в Откровении, где они там, под жертвенником. И вопию доколе не всишь, Господи. И она должна сгореть. Все признаки, какие там показаны, они ни на одном городе не сходятся, только на Москве. Притом, главное, с претензией, что мы Третий Рим, никому звание-то не отдадим. То есть, это на ней клеймо. Третий Рим. Я не знаю, о чем тут рассуждать. Даже непонятно. Я не стал ни считать, ни слушать. А что там слушать-то? Игнат Тихонович, смотрите, выяснение апеллируется к таким фактам, да? Конечно, просто странно очень интерпретируются они, что все биржи мировые, основные котировки всех товаров и финансов на Нью-Йоркской бирже, что само по себе совершенно не говорит, что кто-то обогащается. Именно этот город обогащается. Да, да. Второе. Ну, каким-то образом... Рим отвергнут был в разговоре. В смысле, он не на море. Ну, нет. Амстердам почему-то несколько раз фигурировал. Как такой... Непонятно, да? И еще. Должно быть, как по апокалипсису, смешение разврата и святости. Мощность смешения. Правильно. Вот вином блудодеяния. А какое учение? У Америки учения никакого нету. Хватай, жри, да ноздрей. А тут третий интернационал. Они заражали коммунистическим ядом весь мир. По всему миру распространяли эту заразу. Вином блудодеяния. Вина блудодеяния ни у кого нету, кроме Москвы. Это новое, как бы религиозное учение. Фридрих Эндрис, Кармарс, Ленин, Сталин. Тут уже ничего нельзя никуда деть. Игнат Тихонович, значит, сегодня у нынешних наших проповедников от, к сожалению, русской православной церкви это разрешающая способность их сознания, их структура не позволяет. Потому что объяснить просто глупостью здесь никак нельзя. Здесь сознательные... А что у них Нью-Йорку присоединить, котировка? Так это означает, она назначает цену в свою пользу-то. Это как раз... Она не обогащает. Она делает все так, чтобы за бесценок все это скупать. Вот сколько стоит нефть. Ударили по нефти. Они закупают-то все. А теперь торгует свои... Котировка-то цены-то и есть, они назначают. А у Москвы-то ничего на это нету. Она даром все гонит и гонит и гонит. Зачем же тогда белыми нитками так шить штанину на место рукавата? Дух лжи, это похоже. Дух лжи входит, и лжепророки начинают пророчествовать. А теперь посмотрите. Нигде, ни в одной стране этого не было, что в утром проснулся бедный человек, чертежник. Чертежник, что он сделает? Как Березовский говорит, я утром встал, глянул, во дворе стоит 2800 машин. Все мои. Каждый год миллиардеры. Что это означает? Да потому что всю страну 72 года советской власти работали за ноль. Трудодень, ничего нигде не было. И вдруг всю страну перегнали в Израиль или в Америку. В Америке разрешали, каким ребятам владеть. Кто такой Дорипаска? Из тех, которые миллиардеры, 98% одной нации. Так, а вот, Игнат Тихонович, вот еще вот такой аргумент с их стороны, что когда город сожжен был, и видя дым от пожара ее, вы запили, говоря, какой город подобен городу великому. И написано, что стояли, посыпали пеплом гол, и вопили плача, имеющие корабли на море, то есть стояли вдали, ибо опустили в один час. Стояли, видя дым, видя дым, который восходил от этого города. Опять же, выступает не кто-то там, ну я уже беру там генерал армии, там и Родионов, другие. Что, можно ли защититься от того, что они вокруг вплотную? Так, а у Нью-Йорка-то ракет-то советских нету. Когда в Кубе было, там подняли панику они. Ну только там уже башь на башь. Вы из Турции убираете, а мы из Кубы вывезем. На грани войны стояло. А Москва сейчас настолько, и Грузия, и везде-везде в Киргизии требуется всего 5 минут, чтобы все ракеты накрыли. Одновременно 1200 ракет. Да, Путин-то знает это, он и говорит, да мы мученики будем, но и вы сдохнете сразу. Молодец. Это понятно, что те города-то нет, они вроде где-то там на лодках увезли 100 атомных бомб, и такая волна поднимется 300 метров, потопит Америку. Ну, сказки про динозавров. Понятно, что этот город окружен со всех сторон. В Латвии, во всех странах, везде все направлены, все стрелы. Притом это одновременно в одних руках. Что тут непонятно-то? Ей не оборониться ничего нельзя. А от советских ракет, которые поднимутся, они показывают, у них тройная защита. Если прорвется, может одна из тысячи ракет. Это говорят не кто-то, а высшие специалисты военного дела. И кто газета у нас есть, «Голос труда», КПРФ. КПРФ это все опубликовало. Это уж их не скажет, что они подкаблучники у верующих. Ну вот, а то, что стояли торгующие и видя дым ее издалека, стояли на море корабли. Ну да. Ну это сведения дошли. Дошли сведения, накрыли все. Только и другого. Нет, одна единственная страна была и будет той, которая должна закончить мировую историю. Она противится этому. Вот сейчас один момент только еще непонятен. Это у языки Илья есть, когда войска с севера двинутся. Роша Мишеха и Фувала, где говорится. Илья Иренбург, писатель той же национальности, был на Нюрнбергском процессе. Я, говорит, впервые узнал, что такое Роша. Это Роша. Ему объяснили. И войска ее придут туда, к Иерусалиму, и 7 месяцев будет только кости собирать. Все погибнут. И вот Александр Иванович, у нас Устинов, вот Володя на тесто, это специалист, говорится, в этом деле. И он говорил детям, где воевать будут, как, но только туда не ходите. Оттуда возврата не будет. Вот и все. Это люди, которые... Не может быть, чтобы... Олег Синяев, он больше всего пользуется Библией и не знал этого. Это означает дрожь в поджелудочной железе. Боятся корыто оставить. Ну что они со мной сделают? Пророчество об этом. Пророки не боялись, говорит. Пал, пал Вавилон. Ведь тогда были, которые говорили, а что такое... Мэнэ, мэнэ, там, упорсин. И вот уже ночь переворот. А Данил открыл правду им. Не побоялся. Чего они трясутся-то? Весь ответ. Игнат Сихонович, мне еще видится, вот, мне видится по пункту, торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая. Так вот, именно олигархи нынешние, все на кораблях сегодня, на кораблях. Они в Ницце, там, в тех областях, в Средиземном море, реально будут это все видеть. На кораблях, будучи на море. Чисто правда. В смысле, лишний раз подтверждает, что их родина, ну, как сказать, такая, по рождению, возможно, Москва-Россия, а сами они будут в стороне на кораблях смотреть, как пропадает местное обогащение. Вот и все. Но главный лозунг в том, что сама эта страна заявила, мы, последователи, преемницы Третьего Рима, тут уже ничего не надо говорить. Схватила палочку эстафетную и уже никуда. Да, 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 да. Как они только Епифания и другие не сказали, если два Рима пали, почему вы думаете, Третий будет бесконечно просветать? Игнать Тихонович, получается, я правильно понимаю, что вот есть сила Вавилон, да, вот эта блудница, а с другой стороны Антихрист. То есть это две, и вот Антихристова сила, то есть получается против Вавилона, ну, то есть она его погубит. Вот эта сила Антихриста погубит Вавилон. Получается так? Чтобы замесить святых. Мы можем сказать так, тут мы точно не можем утверждать, но очень близко к этому, потому что она больше всех будет противить. И чтобы в горниле святых всех погубить, так ведь, да? Да, конечно. Ну, возьмите, там-то все это протестантизм, ереси, а истинное православие все-таки содержится, это никак нельзя отрицать. Поэтому в эту сторону, об этом городе, сто процентов всех, какие там признаки даются, а там сразу же уходит. Кровь святых, покажите, где? Если она выделяет кровь святых, это значит, нигде столько ее не будет пролито, потому что качество. Вот бывает иногда, мы едем в поезде-то, ну, игра такая. Вот я задумал какого-то зверя, отгадайте, разрешается только два раза сказать, если ошибся, а третий раз шалбан по лбу. Ну и начинает, а какой зверин, млекопитающий или травоядный? Ну, я должен сказать, да. Он млекопитающий. Так, и наконец еще один вопрос. А в цирке часто бывает так? Вопрос вплотную подошел. В цирке пока еще не было. Нынче говорят, вроде есть, но это не слыхал. Этот зверь не дрессируется. А что это за зверь так? Ну и начинает. А когти у него какие? Они втягиваются или не втягиваются. Вот у собаки, у волка они не втягиваются. А вот у рыси и там каких-то леопардов, они... Он бежит, их не видать. Так. Ну и в конце концов уже все начинают догадываться. Это что-то... А где живет? В долине, в горах? В горах. В горах. Что такое? Черная пантера. Надо, чтобы все признаки совпали. Я однажды задал загадку такую. Вот руку из кармана вынул. Что у меня есть в руке? Вот отгадайте. Вот начинает гадать то другое. Но я могу сказать. Ну а теперь у каждого человека есть это. Ну мало у кого этого нет. И что каждый старается от этого избавиться. А когда избавится, платит большие деньги, чтобы вернуть обратно. Ну что такое у него в руке? Притом в руке. Это такое интересное. Вот едем в дороге. Это я раскачать мышление человека. А у меня есть. И у тебя есть. Я думаю, есть. Я на тебя смотрю, на лицо твое. И как ты движение руками. Человек вообще расплывается. Что же такое есть? Не может отгадать. Тогда я показываю. Сопли. Сопли. У тебя платочек. Вот. Загадка есть такая. Что такое есть? Говорит. У нас под ногами. А у дворян. У нас под ногами. А у дворян в кармане. То есть они вытирают платочек. А человек сморкнул и все. Это пыль задерживает все. А когда исчезает. И у нас один человек был. Особые лекарства такие. Они как сопли. Чтобы смазывать надо все время. Иначе это все пролетает в легкие. Интересная загадка. Как один что-то в карман он насунул руку. Вот. Отгадать еще у меня точно так же. Ну и. Сколько стоит. Не стоит. И как. Оказывается дырка в кармане. Вот сегодня эту загадку загадаю. У него в башке-то дырка. И одними соплями набитые. Он еще не может отгадать. Запутались. Нам это и не надо. Но мы все-таки. Историю нам Бог открывает. Притом. С претензией на Третий Рим. Никто не претендовал. Так долго. Уже 500 лет. С лишним. Они прям тешатся. И сегодня специально общество. Организация в Москве. Мы Третий Рим. И газеты выпускают. Третий Рим. Так что. А как же тогда сочетается? Тогда может быть. Будучи. Будучи в прошлом военном. Протеерей Андрей Ткачев. Может быть. Боится панику. Организовать в стране. Потому что. А в то же время. В притчах Соломоновых. Без наставлений. Народ гибнет. В смысле. Правильно. А если. Так ведь? А если советников достаточно. Он спасется. Так вот. Советники-то ведь. Советнику рознь. Правильно? Вы знаете как было. Вот показывает. Мессинг Вольф. Фильм такой. Очень сильно показан. Он прям таким. Я его представляю где-то. И где-то в одном выступлении. Он сказал. Что гитлеровская власть падет. И за него такие деньги назначили. Чтобы его казнить. Поймать. Говорить нельзя было. Как так? У меня написано. Не извергло Рим. Возраст. Падет КПСС. В аккордах радуги Иудина колена. Христос воскрес. Воистину воскрес. Падет КПСС. Меня вызвали. Вы что сказали? КПСС поет. Да мы вас тут сгноим. В порошок сотрем. Я говорю. Библия об этом говорит. Интересно, начальник. Библия говорит. Ну, наверное, так и будет. Я даже не ожидал такого поворота. Офицер. Это он, наверное, сказал под духом. Потому что так, как сказать. Игнат Тихонович. Новый мировой порядок, который сейчас готовится. Это на самом деле. Это всемирный коммунизм. Якобы. Готовится информационный. Который разрабатывали. Такие люди, как, знаете, Жак Атали. Слышали же его? Жак Атали. Французский деятель. Иллюминат. И так далее. Да, да. Я знаю. Я этой теме... Будут под этим видом охмурять весь мир. Сергей Николаевич. Я 14 лет этой темой занимался. Мне говорили. И следующее... Ну, все понятно. Это интервью с Антихристом. У меня. Именно. Именно, да. Так что, да. Зачем же иллюзии плодить тогда? Иллюзии плодить так страшно и опасно. Ну, они не говорят правду. Может быть, ему не открыто. Потому что лгал многократно. И тут уже дьявол за язык тянет. А если знает и говорит, он знает, какая будет реакция. Вы не патриот. Да вы должны говорить, что мы победим. Хотя никогда не победить. Кого побеждать-то, когда врага-то никакого нет. Он в носу сидит. Так даже по-научному надо все равно на карту класть, как говорится, на стол класть все. И смотреть. И рассуждать уже в открытую. Пусть перевесит фактический материал, как говорится, пророчество. Пускай укажет. А просто размышлять, конечно, и уводить в сторону. Игорь Тихонович, но все-таки догадываемся, что в единочасье погибнет. Это значит, если на сегодня подумать, ядерное оружие. Ядерное оружие. Потому что что может жить? Беги от нее. Народ мой, выйди оттуда. Бегут. А туда, наоборот, все прибывают отсюда. Уезжают, уезжают миллионами. От нее и бегут. Даже еще не зная этого. Все, паника. Паники никакой не будет. А какая паника? Если это уже приговорено, я сказал, ну ты не веришь. Неневия погибнет. Да, там покаялись. А тут никто не покается. Потому что это уже режиссура с неба проецируется на землю. Уже все высчитано. Главное, вина любезьяния нигде ни у кого нету. Они не могут показать. А что покажут они? А тут учение, вино. Учение. Учение коммунизма, правильно вы говорите? Это третий интернационал, которым они сегодня еще тешатся. Возьмите. Этим только один Китай живет. Это уже сразу четвертая часть человечества. Ну понятно. Как же тогда, Игна Стихонович, все-таки не говорить, скрывать, как подлость уже определенная. Человек не мобилизуется. Мне кажется, они искренне... Когда человек искренне, как бы, патриотизм у него, и он Святая Русь считает, он же не может подумать, что Святая Русь окажется Вавилоном, тем, который блудницей. То есть ложная в себя идея приняв когда-то, то ты уже толкуешь все в соответствии с этой ложной идеей. То есть дух... Ну хорошо. Они должны доказать, что то, где они говорят, другой город, там, Вашингтон, то обогатили. Кого? Дальше они должны показать кровь святых, которой ни в одном городе, который на это претендует, нету столько. Раз оно выделено в качестве, это означает море крови. И какое оно... Хоть раз называло себя Вашингтон, там, Оман. Какие города еще на семи горах находятся, холмах. Претендовали они на это или нет, что они Третий Рим? Никогда, нигде, никто. Да, у нас все смуты эти были, у нас именно гражданские все столкновения были. Независимо даже от военных, внешних были резня. Такая, что... Вот у Иеремии, когда считаем, порог Иеремии, он много городов упоминает Тир. Прямо говорят. И там рыбак будет раскидывать сети на острове. Так и получилось. Прошли годы, и там рыбак сушит все эти. Они не враги отечества своего были. Нет, так, минутку, тут кто-то... Сейчас я посмотрю, кто ко мне зашел. Так, подожди-ка, я замечу его. Так, ну ладно. Я открою. Ну все тогда. Если все, тогда... Ну и все тогда. Какие вопросы будут? Все, спасибо Христос. Заходите сразу, какой вопрос еще, если будет? Благодарим. Все тогда, да. Спасибо. Спасибо.